Всем привет! Это Просто Ремонт, я Ксюша, и сегодня я в мосплитке. Но в этом выпуске будет не общий обзор какой-то конкретной мосплитки, а будет обзор одной конкретной коллекции, которую, в принципе, можете увидеть и купить в любой мосплитке. Почему именно этой коллекции? Сейчас расскажу. Вот эта коллекция. Это коллекция New Life от Mason Ceramic. Особенность ее в формате. Формат 45х90. Не очень часто встречающийся у производителей. Почему, не знаю, но почему-то это так. Часто у нас бывают какие-то совсем большие форматы. Либо что-то мелкое, либо узкое и длинное, либо размер там 75, 80, 60. Но на самом деле 90 это очень-очень удобный размер. Почему? Потому что у нас в квартирах, в обычных среднеэстетических квартирах, не вот этих вот там с картинок, которые какие-то невероятно огромные, а, скажем так, стандартных, размер 90 там, где присутствует плитка, встречается очень-очень часто. Например, 90 это ширина коридора, такая нормативная. Или 90 это у нас размер места для унитаза. Потому что если мы посмотрим нормы эргономики, у нас от центра унитаза до стены должно быть 45 сантиметров. И когда мы, дизайнеры, начинаем планировать планировку, мы очень часто не можем выделить расстояние больше. Бывает, мы его даже заужаем. Но чаще всего мы стараемся вписаться в вот эти вот нормы. То есть, грубо говоря, у нас какая-то ниша для унитаза, туалет. Он именно 90. Душевая кабина. Тоже она, как правило, 90 на 90 это база, либо 90 на сколько-то. Да, мы, бывает, ее совсем заужаем, но шире мы ее точно не делаем. И когда мы начинаем укладывать плитку, делать раскладку плитки, даже если мы заузили, то ничего критичного у нас не происходит. Мы чуть-чуть обрезаем формат, у нас все равно полноценная плитка. А чаще всего, когда мы все-таки оперируем стандартными нормами, там, душевая 90, под унитаз расстояние тоже 90, мы просто берем и укладываем это расстояние целыми плитками. Окей, ванна. Ванна среднестатистическая у нас метр семьдесят. Ниша под нее часто метр восемьдесят, чтобы она туда спокойно вошла, да, там, бывает, остаются расстояния. Но если мы берем ванну от застройщика, да, и не сами там миллиметрничаем, то это метр восемьдесят тоже. Две плитки, она хорошо встала. И опять же, даже если у нас меньше, то лучше обрезать чуть-чуть от большого формата, чем у нас тут было бы семьдесят пять и маленький такой пятисантиметровый кусочек. Я думаю, все прекрасно знают вот эти проблемы с раскладками, когда мы такие, типа, две плохо, получается, кусочки, кусочек сделать равномерно слева-справа или сместить, или начать от центра, потом вот эти вот половинки увести к бокам. Чаще всего мы так выкручиваемся. Но дело в том, что с этой коллекцией можно, в принципе, не выкручиваться, а просто делать две плитки. Это и эстетически более красиво, и более экономно, потому что у нас меньше обрезков. Окей, длина у нас девяносто, а высота или ширина сорок пять. Плитка девяносто встречается, да, ну, часто она, опять же, знаете, там узкая, такими плашечками, там, на двадцать, на тридцать. Вот эти вот длинные полосочки в каких-то примерах, да, они хорошо смотрятся, но все равно они не дают такого ощущения именно большого формата. Они дают ощущение такой полосатости, скорее. В какой-то стилистике это приемлемо, но у нас сейчас модно же все такое лаконичное, спокойное, строгое. Так вот, формат сорок пять на девяносто, он смотрится достаточно большим, в то же самое время удобен в укладке и впиху в обычные стандартные санузлы. Потому что, знаете, смотришь референсы, да, большой формат, круто, здорово. Да, можно купить и метр двадцать на два сорок, все эти большие форматы в масс-плитке тоже есть. Но когда ты начинаешь это все впихивать в обычный санузел, во-первых, это бюджет, причем бюджет не только на саму плиту, но еще и бюджет на вот эти вот бесконечные обрезки, потому что их будет очень много. Можно, конечно, попробовать пойти в сторону увеличения. Почему бы не сделать девяносто на девяносто? Но девяносто на девяносто это формат, который же более сложен в доставке, в укладке, в работах и так далее. То есть, на мой взгляд, формат девяносто на сорок пять, он оптимален. Ну, а теперь давайте посмотрим, собственно, на саму коллекцию, что же у нас тут за принты. Принты тут тоже очень хорошие. Давайте смотреть все подряд. Ну, вот первое, что мы видим, это серия Dream, это мрамор, очень популярная расцветка, наверное, самая такая распространенная, используемая, можно сказать, даже классическая. Мрамор и бетон. Хорошие, такие вот классические, очень часто применимые расцветки. Если предыдущая расцветка и мрамора, я думаю, никого не удивила, такой расцветки много во всяких разных коллекциях, во всяких разных фабрик, и дороже, и дешевле, и в разных абсолютно форматах, то тут мы видим мрамор уже с синими прожилками. Вот честно скажу, мраморов таких именно с синим, при этом не ярких, но все же с цветом, встречается не так много. Поэтому тут мы можем выделиться не только форматом, но еще и ценой. В этой ценовом диапазоне подобную расцветку еще нужно поискать. Стоит фоновая плитка 2300 рублей за квадратный метр. А также вы получите дополнительную скидку 10%, то есть квадратный метр будет стоить не 2300, а 2 совсем с небольшим хвостиком. По промокоду мейсон10просторемонт. И если вам нужна не только плитка, вам наверняка нужна не только плитка, если вы делаете ремонт в санузле или на кухне, по промокоду просторемонт вы получите скидку 5%, ну, на все, кроме мейсон, там, сантехнику, другую плитку. Хотя нет, по промокоду просторемонт10 вы получите 10% на бочи и крета. В общем, с мосплитки у нас очень много разных выгодных промокодов. Сейчас вы все их видите на экране, обязательно их скриньте, чтобы не потерять и не запутаться, и применяйте, и покупайте плитку, и сантехнику выгоднее. Это всегда приятно. Но вернусь к синему. Помимо мрамора с синими прожилками, есть еще очень приятный вот такой бетонистый синий однотон. Он не яркий, но в то же самое время достаточно насыщенный. Есть также декор с таким геометричным трендовым рисунком. Мне кажется, из этой коллекции можно собрать очень стильную ванную комнату. Да, еще забыла, когда говорила о формате, я сказала так, в общем, 45 на 90, но тут вы видите, да, что керамогранит, ректификат, и истинный размер у него 44,8 на 89,8. Зачем вот эти 2 миллиметра? Эти 2 миллиметра на швы. Я в самом начале видео говорила о том, что у нас плитка идеально впишется в ваши вот стандартные размеры. Тут все настолько продумано, что есть в том числе запас на швы. И этот размер, он всегда будет единый, так как плитка ректифицирована. Если кто-то вдруг еще не знает, не смотрел наше видео, не слышал это от меня 100-500 раз, то смотрите, обычная плитка, у нее есть калибр. То есть, грубо говоря, указанный на пачке размер там 45 на 90, да, он может быть и 44,8 на сколько там, 89,8, так и 45,2 на, господи, 92. В общем, короче, там будут размеры плясать. Вам обязательно нужно на пачке смотреть калибр, смотреть табличку с калибрами на сайте производителя, либо там же где-нибудь на коробке, чтобы понимать истинный размер плитки, особенно когда у вас так втык-впритык. Ректификат подразумевает, что плитка у нас обрезана, то есть она выходит из печи, при производстве она сразу обрезается до одинакового размера. То есть абсолютно все плитки в любой коробке будут именно такого размера. Это очень большой плюс, особенно, повторюсь, когда вам нужно четко понимать ее размеры и четко вписываться идеально там, ну, в какие-то расстояния и размеры. Дальше у нас зеленый, трендовый зеленый, приятный такой припыленный цвет, который мы видели и на выставках, и сейчас видим в новых коллекциях, наверное, всех фабрик. Наверное, это то, что прям такое везде и всюду, при этом очень нравится аудитории вам в том числе. Ну, действительно, зеленый хороший цвет, он спокойный, сейчас этого еще не хватает, да, в мире. Ну, и красивый, и вписываемый везде и всюду. Зеленый действительно тот цвет, который можно вписывать, наверное, абсолютно в любой интерьер. Пример. Что у нас зеленого цвета? Цветы, растения, да, листья. Вы цветок можете поставить абсолютно в любой интерьер, он нигде не будет смотреться инородным, и не в тему. Ни разу не бывает такого, что ты такой привез какой-нибудь цветок, да, там, пальму поставил, и такой, блин, что-то оно мне по цвету в интерьер не подходит, хорошо бы такую же, только красную. Ну, это бред какой-то, да. Поэтому зеленый действительно, он всесочетаемый, он вписывается абсолютно везде. Обратите внимание, кстати, еще на общую идею коллекции, да, у нас вот бетон присутствует, он и там, и сям, и везде. То есть все, в принципе, вот эти серии, это серия Lush, можно между собой стыковать, и получится очень-очень здорово. Да, вот у нас листья, причем листья, смотрите, они такие припыленные, как будто бы в тумане неярко выраженные. Потому что, опять же, листья в тренде, листья многим нравятся, но когда это такие вот прямо яркие контрастные листья, ну, не во всякий санузел они вписываются. Да, есть деревяшечка, вот есть, кстати, еще более такой бежеватый мрамор, это уже вандер. Есть декоры с деревом, есть, кстати, смотрите, металлические бордюры. В общем, тут мы видим массу примеров, как это можно применять в интерьере. То есть коллекция такая прям очень насыщенная. Дальше у нас идут серии Sensa и Calm. Я, надеюсь, все правильно произношу, у меня с произношением не всегда все хорошо. В общем, уже такие бежеватые тона, мне очень понравился вот этот керамогранит Japandi. Вообще, Japandi стилистика мне лично очень-очень близка, очень нравится. Он такой серый, нейтральный, бежевый и очень-очень тактильный, фактурный. Тут уже есть фактура, если та плитка просто матовая, здесь вот уже прямо хочется подойти и пощупать. И вот эта тактильность, это тоже сейчас такой прям тренд-тренд. Она уже стоит чуточку подороже, 2448 рублей за метр, но, опять же, идет метражом, а не поштучно, как декор, что тоже бывает, встречается у там разных фабрик. Такой потемнее серый вариант. Вот декор с листьями. Я называю это декором, но на самом деле он тоже продается метрами квадратными. Ну, просто плитка такая более декоративная, но, опять же, несмотря на то, что есть рисунок, осенние листья, они такие, знаете, намеком, фоном, то есть они не будут прям выделяться-выделяться. Ну, и вот этот вот коричневый ректификат, вот этот вот рыжеватый-коричневый цвет, просто, опять же, потрясающий, трендовый. Той самой правильной рыжины. И не яркой, и не какой-то откровенно оранжевой, и не супер ржавой, которая вот сейчас прямо в тренде-в тренде. Skin Essence. Что у нас? Светло-серый ректификат, и вы мы уже видели на каких-то предыдущих стендах. Тут мы еще видим гранит, имитацию гранита. Вообще собрали, по сути дела, все самые вот такие трендовые, вкусные имитации, при этом они все друг с другом сочетаются. И по цвету, ну, сочетать натуральные оттенки по цвету, честно скажу, не суперсложно. Но еще и по формату, потому что, да, мы можем сочетать разные коллекции. Тут мы увидели бетон, тут мы увидели гранит, там мы увидели еще что-то, да. Потом мы все такие творческие, все это подогнали, подпилили. Есть плиточники, которые все подгонят, что угодно под что угодно. Но так или иначе, это все деньги, да, плюс время, плюс нервы, плюс хорошие руки, которые не всегда присутствуют на стройке. Тут хорошо, смело берем из разных серий, все друг друга сочетаем, придумываем, творим. Идеал и стейт. Обратите внимание, тут у нас светло-серый ректификат, тут у нас тоже светло-серый, но они разные. То есть есть светло-серый стейт, есть светло-серый идеал, и, возможно, я там тоже ошиблась, и где-то серый с серым не соответствует. То есть к чему я? К тому, что оттенков вот этого светло-серого достаточно много, можно повыбирать. Вот это тоже серый, но на самом деле он такой вот прямо с зеленым оттенком, я бы назвала его зеленым. Но он называется серый, не суть. Главное, что цвет хороший, вкусный, интересный. Обратите внимание еще на вот этот декор. На первый взгляд кажется, что это, ну, все что-то такое вот серенькое подбетонистое, да, разных оттенков, как я сначала сказала. Но на этом такие, знаете, прослеживаются выступающие листья. То есть вроде как бы они есть, но как бы их нет. Тот случай, когда хочется какого-то изюма, но не хочется прям яркого, откровенного декора. Мне кажется, прекрасный вариант. Там вот мы уже видели коричневые листья, да, сейчас у нас такие серые листья, которые прям вот практически не видны, такие вот просто чуть-чуть намеком просвечиваются. Отличный вариант, особенно для небольших санузлов, там, где у нас просто нету физически места делать суперогромное количество каких-то там акцентов. Потому что действительно в маленьких санузлах, да, тем более когда у нас санузел небольшой, потом там у нас какой-нибудь полотенцесушитель, там у нас крючочки, там у нас какая-нибудь корзинка стоит. И делать в таких санузлах какие-то суперяркие принты, которые будут везде и всюду заставлены, ну, блин, оно так смотреться просто не будет. А когда все равно что-то хочется, вот такие варианты с тонким намеком смотрятся очень-очень хорошо. Я думаю, вы оценили и визуал, и очень удобный формат, ну и, конечно же, цену. Я думаю, я оправдала, почему я сделала в этом ролике упор именно на эту коллекцию в МОС-плитке. Но в МОС-плитке, на самом деле, огромное количество всякой разной плитки. Приходите, выбирайте. Если вам по каким-то причинам не подходит эта коллекция, можно посмотреть совершенно другие. Может, вы счастливый обладатель огромных пространств, и вам нужен большой формат. Тут он тоже есть. Либо вам нужно что-то такое, вам не подходит стилистика, что-то, не знаю, еще более хитро вывернутое тут тоже есть. Тут очень много всякой разной плитки, и не только плитки. В общем, короче, всегда можно что-то найти и выбрать. Просто мне бы захотелось сделать упор именно на эту коллекцию. Не забывайте про наши промокоды, применяйте их. Это поможет вам сэкономить приличную сумму денег. То есть вам сначала поможет сэкономить формат, цена на плитку, а потом еще и промокод. Вообще, по-моему, замечательно. Ну, увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok